Ой, друзья, без смеха и слёз, конечно, нельзя вот смотреть и слушать приставные файлы, аудио и видео по WhatsApp. Уже надоело, вы знаете, вот эти картиночки со святым днём, с каким-то святым днём. Знаете, вот на уровне прям кухарки, вот понятие о христианстве, я хочу вам сказать даже у тех, кто постоянно ходит в храм. Вот я уже не выдержал сегодня в день Святого Духа, уже столько всего наполучал. Вот мне хочется вам сейчас, не знаю, если получится, попробую открыть этот файл, аудио, услышите вы или нет. А потом я его прокомментирую очень-очень подробно. И вы наверняка уже сами догадаетесь, на многих это похоже, что вот мы уделяем больше внешним каким-то делам, чем борьбе со страстью. Вот послушайте. Всех со святым вечером. Дорогие братья и сестры, сейчас только что мне позвонила Оля со Среднеуральского женского монастыря. Батюшка вышел на проповедь и сказал, что всех людей молитва услышана, старцы с Афона. Он имеет с ними связь и вышли как-то на связь и сказал, что Матерь Божия явилась на Афоне и сказала, чтобы все, все верующие, неверующие, ходящие в храм, неходящие, все помазали входные дверь святым маслом с лампады. Если у кого нет лампадочки, значит оливковым. Если нет оливковым, ну тогда хотя бы растительным, с молитвой, Матерь Божия, Богородица, Дева, радуйся. Помазать входную дверь крестообразно, ну над косяком, понимаете, да, вот когда мы огонек приносим домой и мажем вверху крестообразно крестик. Всем, 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 пожалуйста, объявите, всем своим родным, близким, чтобы помазали, сделали послушание Матери Божией. Вчера была большая молитва всех православных христиан. Матерь Божия нас услышала. Храни всех Господь. Пожалуйста, передайте, это очень важно для нас. Ну, друзья, если вы это прослушали, этот бред, вы знаете, ну, это не было бы так смешно, если бы не было бы так грустно, да, пословица говорит. Ну, неоднократно приходится слышать такую чепуху. И что самое интересное, посылают такие вот аудиофайлы люди верующие, и попадаются на них ещё печальнее это, понимаете. Вот мы так уделяем самое большое внимание, вот чисто внешним каким-то действиям. Я помню лет 25 назад, когда мы ездили с братьями в Высоцкий монастырь, где икона неупиваемой чаши в Серпухов. И вот там до смешного был такой случай. Мы стоим в очереди, вот чтобы записки подать, и видно, приехала женщина, ну, по разговору, что неверующая. И вот ей бабуля, которая стоит на свечном столе, такой разговор слышу я, она начинает спрашивать, ну, как он у тебя верующий? Да нет, ну, вот пьёт, пьёт, всё курит, пьёт. Значит так, вот на вот этой маслице, как он уснёт, только чтобы уснул. Как он уснёт, тут же возьми, помажь ему лобик, щёчки, вот, чтобы только он не проснулся, всё будет хорошо. Я, вы знаете, и рядом со мной друзья верующие стояли, в недоумении пришли, боже мой. И люди верят каким-то бабкам, которые думают, что если они на свечном столе работают, значит, они Богу служат. Или у подсвечника стоят, агарки там собирают, свечки убирают тоже, чистят от масла лишнего подсвечник, тоже они Богу работают. Вы знаете, такое впечатление, что уже вера совсем иссякает. И не зря, сказал святитель Феофан Затворник почти 200 лет тому назад, два-три поколения, и православие исчезнет. Прошло уже семь-восемь поколений, и мы видим, что творится. Язычество чистой воды, прикоснуться, дотронуться, как у фарисеи. Да, Евангелие мы читаем, не прикасайтесь, чтобы омытые были эти чаши, скамьи, понимаете? И у нас нет того, чтобы очищать душу покаянием, изменением своей жизни, чтобы тщательно следить за движением страстей своих, бороть эти страсти в таинствах покаяния, причащения. Понимаете? Нет, мы большое внимание уделяем в такой чепухе. Маслица, самое главное, неважно, верующие, неверующие, с таким ещё акцентом хохлятским, простите меня, аж прям даже противно слушать. И вот такую чепуху рассылают, и рассылают поздравлять с Днём Ангела того, когда и совсем другой день, и День Ангела-то. А люди, которые не читают, ничего не знают, в церковь не ходят, и вот друг к другу начинают пересылать вот эти вот пистульки. Вы знаете, ну просто тошнит, когда получаешь от верующих людей картиночки, там с праздничком троицы, счастья, успеха в работе, всякую чепуху. Ну просто вот, вы знаете, как вот здесь не гневиться, я не знаю, праведный это гнев, неправедный, скорее всего, нет. Какой там праведный? Ну противно становится, когда вот получаешь такую чепуху, что, не отвечать? А вот, конечно, я могу ответить. Ну, естественно, буду возбуждать в них ещё больше гнев. Нужно говорить тому, кто способен услышать. У меня даже есть такие друзья, которые ведущие журналиста на телеканалах, говорят такую чушь, а когда я им что-то говорю, обида, блокировка, всё, чёрный список. Понимаете, я вот часто вот думаю, Боже мой, раньше люди уходили в монастырь не потому, что не любили людей, а потому что знали, что если они останутся в миру, точно, или почеславятся, или кого-то оскорбят, обзовут, сами разгневаются на них и прогневят их, поэтому уходили. А у нас сейчас любви нет никакой, и вряд ли она, и когда у нас будет, потому что все сейчас хотим перессориться из этой вакцины, из всего прочего, что мы сейчас видим. Каждый человек решает, как вам поступить. Нет, мы учим друг друга, не делай то, не делай сё. Мы должны прежде всего знать, что умрём мы все, рано или поздно. Не боится смерти только дурак, глупый. Сысой Великий, Пимен Великий. Один просил времени на покаяние у Господа, а другой был уверен, что куда сатана будет вернут, туда будет вернут и он. А мы смерти не боимся. Ох, прям святые. Святые боялись, да. Мучить, конечно, они умирали за Христа, они не боялись смерти, но страсти у них так и остались, но они спасались вот этим мученичеством. А мы думаем, что умереть мы никогда не сможем. Умрём, я вас уверяю. Скоро-скоро все умрём. Только умирать во грехах, вот что страшно-то. Понимаете? Вот что страшно. Поэтому не чисто внешние какие-то вот эти вот наши дела спасут. Маслицем там, оливковым, подсолнечным, проёмы дверей. Афонские старцы сказали. Представляете, какие старцы? Где они? Вон, помню, ещё 9 лет тому назад, об Осипе, которому канонизировала церковь греческая, да. Рассказывали, что он ловит бесов, за хвосты ловил, и шерсть из них вынимал. Профессор Московской, православный духовный академия Алексей Ильич Осипов. говорил часто о нём. Может быть, он и святой, но о том, как о нём пишут, это просто смех один. Какие там старцы афонские? В 15 веке Нилсорский, ты уже никакой святости ничего не нашёл, такого духоносного. Так, ладно, это уже другой вопрос. Поэтому я хочу вам сказать, что вот эти чисто внешние дела, ну, на уровне детского сада, на уровне просто цирка, смехотворства какого-то. Правильно, я помажу, а каким я был, таким я остался. Да ничего не спасёт, никакое маслице. Часу даже бывает, что вижу на вечернюю службу, приходят за 10 минут до окончания, чтобы только помазаться. Придут и спрашивают, а мазали уже? А мазали? Тихо, смеху подобно. И батюшка выходит и мажет. Может подумать, что это спасёт его. Нужно стоять, помолиться в это время. На богослужении. Нет. Масло дороже молитвы. Ой, боже мой, всё перевернули, всё. С ног на голову поставили. Нет, нельзя так, нельзя так. Нужно людям говорить. Нужно людям говорить, чтобы они не только вот мазали что-то там маслом оливковым, зёрные проёмы, чтобы они научились видеть себе грехи, изъяны, недостатки и обращались к Богу за исцелением. А если человек, ему так нравится жить, не пускай живёт. Кого может затащить в церковь, если он сам не хочет? Это бесполезно, ничего не поможет. Ничего не поможет, я вас уверяю. Вот. И будем немножко бдить, так сказать. И не обращать внимания на вот такую ерунду, если нам присылают такие вещи. Вот. Ну, если кто-то, конечно, женщина не смогут сказать. Ну, как может бабушка, которая сама ничего не знает, пришлёт такую бельберду ей, да, которую сейчас вы услышали? И что она ответит? Да она примет это с удовольствием и поверит, и будет проём дверные масла с этим маслом. Без чтения святых отцов никто не сможет. Вот. сказать пользу какую-то принести другому. Святитель Игнатий Бринчининов вон, что пишет об исцелениях. Читая о прокажённых, расслабленных, слепых, хромых, беснующихся, которых исцелил Господь, помышляй, что душа твоя, носящая многоразличные язвы греха, находящаяся в плену у демонов, подобно этим больным, научайся из Евангелия вере, что Господь, исцеливший их, исцелит и тебя, если ты будешь прилежно умолять его об исцелении. Один инок, болевший глазами со слезами, молился у гробницы преподобного Савва Старожевского, затем отёр глаза покрывал им от гробницы. Другой инок при этом сказал со смешкой, вместо исцеления ты только засоришь глаза песком, и тут же болевший исцелился от меющейся брата слеп. После слезной молитвы и покаяния и он получил исцеление. Через несколько дней по открытии мощей преподобного Иова, игумен до сифей, заболела огнём прозельным. Ночью благотворительница обители пани Домашевская слышит вдруг поразительное пение, видит необыкновенный свет в храме, думая, что идёт служба. Она послала служанку узнать, что там такое. Последний войдя в храм, увидела преподобного Иова и двух светлых юношей. Преподобный обратился к ней, дал ей плат, омоченный миром, и велел позвать со смертного одра игумена до сифея. Взяв от пришедшей девицы плат и помазав миром тело, игумен стал со одра здоровым. Один человек рассказывал, я на воинской службе тяжело заболел, ноги и руки стали бесчувственны от сильной простуды. Целый год я пролежал в лазарете, но безуспешно. Стал я слёзно просить помощи у Бога и преподобного Сергия, а мотив всю постель слезами, вдруг чувствую, что в руках и ногах моих появилась теплота, что появляется в них чувство осязания, что члены мои способны приходить в движение, пройдясь в изумлении по палатам, я с благодарностью горячо плакал на коленях, видя столь великую Божью милость и заступничество преподобного Сергия. Да, конечно, получают исцеление люди по их вере. Вот мы же часто слышим от профессора Московской Православной Духовной Академии, как чудеса совершаются в трёх случаях по воле Божией. Чудеса, да, случаются по воле Божией, по бесовской воле и по сильной вере тех, кто верит в то, что это поможет. Понимаете? Уважаемый Алексей Евгеньевич, недавно в Тверь в очередной раз привозили частицу мощи Блаженной Матроны Московской. Люди простаивали по нескольку часов. Не считаете ли вы, что это идолопоклонство, учитывая, что в соседнем храме тоже есть частица Божьей. Божь, это наше благородское благочестие. Благочестие. Давай включим. включим. Чуть включим. Раз. Да, я говорю, это наше русское благочестие. Как-то вот передо мной был такой вот зал, такой же большой, и я грозно спросил, кому нужно молиться от пьянства? Бобли всех, неупиваемые чаши. Я говорю, правильно, не вздумайте молиться перед Владимирской или Казанской или Иверской. Не поможет. И когда все выкнули, свои головы опустили, стыдно стало, я говорю, что же мы делаем? Мы Богоматери обращаемся или к иконе. Любая икона чудотворная является, перед которой человек с искренностью, глубоким покаянием и благовением обращается. Так становятся иконы чудотворными. Не потому, что она уже такой родилась, а потому, что молитва перед этим образом дала то, что Богоматерь совершила это чудо. не икона, а Богоматерь, не икона, а святой. Это же надо понимать. Вот это у нас так и есть. Перед частицей будем стоять часами. Часами. Вот сами оценивайте. Есть же частицы? Есть. Что еще хотите? Потом я сомневаюсь, что вы читали в житие Матроны Московской. Очень сомневаюсь. А если прочитали, то, наверное, было бы очень интересное у вас впечатление. Но я об этом не сказал. Вот. Но какая у нас сильная вера? Коснется какое-нибудь у нас искушение, да? И вот тут же и мы покажем себе, есть ли она у нас или нет. Прежде всего должна быть вера не на словах, а на деле. Вот. А без смирения, без скорбей, без терпения ничего мы не узнаем. Ничего не узнаем ни ничего полезного. Помоги Господи. Помоги Господи нам. господи. Спасибо за субтитры Алексею